26 августа, те же 30 плюс, и мы с вами продолжаем читать Сервантеса книгу вторую Дон Кихот Лаванческий. И я вас приглашаю. Глава 43. О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Панси. «Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал бы его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений?» Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, он начинал нести околесную только когда речь заходила о рыцарстве. Рассуждая же о любом другом предмете, он выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, осуждения с поступками. Что же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное и в рассудительности своей, и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы. Видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот, между прочим, продолжал. Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их, как это делают некоторые по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук. Между тем, как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищных птиц. Это чудовищное безобразие и нечистоплотность. Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным. Беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа, если только это не нарочитая небрежность и распущенность, в чём, например, подозревали Юлия Цезаря. «Установи с наивозможной точностью, сколь важен твой пост. Если занимаемое тобою положение дозволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько яркие и пышны, сколько приличны и прочны, и распредели их между своими лакеями и нищими». То есть вместо того, чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трёх слуг и трёх нищих, и тогда у тебя будут слуги и на земле, и на небе. Этот новый способ распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных. Не употребляй ни чеснок, ни лук, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков. Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, что можно было бы подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая напыщенность противна. За обедом ешь мало, а за ужином ещё меньше, ибо здоровье всего тела куётся в кузнице нашего желудка. Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний. Не вздумай, Санчо, сживать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было. «Я не понимаю, что значит эрутировать», – объявил Санчо. Дон Кихот ему пояснил. «Эрутировать», Санчо, значит «рыгать». Ну, это одно из самых грубых слов во всём испанском языке, хотя оно и весьма выразительно. По всему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни, и слово «рыгать» заменили словом «эрутировать». Слово же «рыгать», словом «эрутировать», а это не всё, не все пока ещё и понимают вновь образованные слова. То этого бояться и не нужно со временем. Слово это войдёт в наш обиход и станет всем понятным. Язык находится под властью обычая и под властью тёмного народа, а таким путём он и обогащается. «Честное слово, сеньор», – молвил Санчо, «из всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это насчёт того, чтобы не рыгать. Потому со мной это частенько случается. Не рыгать, – должно говорить Санчо, а эрутировать, – поправил его Дон Кихот. «С сегодняшнего дня стану говорить «эрутировать», – сказал Санчо. «Будьте спокойны, что не забуду». Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц. Ибо, ходя о пословице суть, краткие изречения, однако же ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы. Вот почему в твоих устах они представляются уж не изречениями, а просто-напросто бреднями. «От этого един Господь властен меня избавить», – возразил Санчо. «Потому в голове у меня больше пословиц, нежели в книжке. И когда я говорю, они вертятся у меня на языке. Все сразу толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других. Однако же язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем не кстати». Ну, а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства, потому где богато живут, там мигом и на стол подают. Кому сдавать, тому же не тасовать. И кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет. И кто умом гораст, тот себя в обиду не даст. «Правильно, Санчо!» – воскликнул Дон Кихот. «Влипай, нанизывай, накручивай пословицы. Никто тебя за язык не держит. Мать с кнутом, а я себе все с волчком. Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну секунду насыпал их целый воск, хотя они и подходят к предмету нашего разговора, как коровье седло. Пойми, Санчо, я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту. Но если ты громоздишь и нанизываешь их, как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой. Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла, не вытягивайся, не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху. И не сиди раскорякай, будто бы едешь на своем сером. Ибо потому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он – знатный, верхоконный или же простой конюх. Спи умеренно. Кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радости дня. Прими в соображение, Санчо, что расторопность есть мать удачи. Врагине же ее ленность всегда препятствует достижению благой цели. Последний мой совет, который я тебе сейчас преподам, не относится к украшению тела. И все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в своей памяти. Ибо, полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущий. Итак, никогда не оспаривай знатности чего-либо рода. Во всяком случае, не сравнивай один род с другим. От того, что при сравнении один род невольно окажется более знатным. И тот, кого ты унизил, возненавидит тебя. Тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит. Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, долгополого камзола и еще более длинного плаща. О шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарям, ни губернаторам. Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобою, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новые наставления. Ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел. Синьор, заговорил Санчо, я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым, полезным. Но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если предоставится случай, это уж я себе втемяшил. Но все прочие хитросплетения, вавилоны, закорючки мне не запомнились. И буду я о них помнить, как о прошлогодних тучках. А потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне. Правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику. Пусть он по мере надобности твердит и напоминает мне об этом. Беда мне с тобой, воскликнул Дон Кихот. Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать. Надо бы на тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоти, или же если кто левша, то это означает одно из двух. Либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи. Либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействия ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток. Мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере научился подписывать свою фамилию. Поставить-то свою подпись я умею, сказал Санчо. Когда я был старшиной в нашем селе, я научился выводить буквы наподобие тех, которые ставят на тюках с грузом. И мне говорили, что у меня получилась моя фамилия. А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука и велю кому-нибудь подписываться за меня. Все на свете поправимо, кроме одной смерти. А как я буду там царь и бог, то стало быть мое слово закон. Недаром говорится, у кого папаша аскальд, тот на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там аскальд, а целый губернатор. Со мной шутки плохи. Ну-ка, попробуй, тронь меня. Идешь за шерстью, гляди, как бы самого не обстригли. А кого Господь возлюбит, того он на дне моря разыщет. И потом, глупые речи богача сходят за мудрые зречения. А ведь я буду богат, коли буду губернатором. И к тому же я намерен быть губернатором щедрым. А значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме. Сколько имеешь, столько и стоишь, говаривала моя бабушка. С человеком великого достатка ссориться не сладко. А чтоб ты пропал, Санчо воскликнул Дон Кихот. Шесть тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами. Целый час ты ими сыплешь. А для меня это как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя не изложат твои вассалы. Они не потерпят их и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь? И как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомни хотя бы одну пословицу и к месту ее применить это просто каторшный труд. Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт подери, вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием? А ведь у меня только и достояние, и имущество, что пословица да пословица. Вот и сейчас. Ну, вертится у меня на языке сразу несколько. И до того подходят они к нашему разговору. Прямо как все равно по мерке сделаны. Но только я вам их не скажу. За благое молчание все тебе будет звать Санчо. Дон Кихот же ему на это возразил. Ты, Санчо, да не тот. Ты не только неблагой молчальник, ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на память. И будто бы и кстати. Я порылся в своей памяти, а ведь она у меня не дурная, но так и не мог припомнить ничего подходящего. Да что же может быть лучше этих пословиц, сказал Санчо. Гляди, поглядывай, под зуб мудрости пальца не показывай. И еще скажут тебе, а ну, по-добру, по-здорову, и с женой моей, чтобы не полслова. Ты рот на замок и молчок. И еще плетью обуха не переживешь. Ну, разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальством. Не то взвоешь, все равно, как если подложить палец под зуб мудрости. Впрочем, мудрость не обязательно. Все дело в коренном зубе. Зачем, чтобы губернатор не сказал? Перечить ему нельзя. Все равно, как если тебе скажут, а ну, по-добру, по-здорову, и с женой моей, чтобы не полслова. А насчет плеть и обуха это и слепому ясно. Вот оно как. А кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить и бревна в своем собственном, чтобы про тебя не сказали. И испугалась покойница убитой. При том же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом. Ну уж нет, Санчо, возразил Дон Кихот. Вот глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекает по той причине, что на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольна об этом, Санчо. Будешь плохо управлять, в ответе ты, а позор будет на мне. Впрочем, я утешаю себя тем, что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и, возможно, более благоразумными. Я исполнил свой долг и свое обещание. Да поможет тебе Бог, Санчо. Да управляет он тобою и твоим правлением. И да утешит он мою тревогу. Отревожусь я о том, как бы ты однажды не полетел вместе со своим островом вверх пятками. Между тем, я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты ничто иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями. Сеньор, возразил Санчо, коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложусь с себя это звание, потому малюсенькая частица моей души, величиной с черный кончик ногтя, мне дороже всего моего тела. Останусь-ка я просто-напросто Санчо, и на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора, со всеми его куропатками да каплудами, и то сказать, когда мы спим, мы все равны, и начальники, и подначальники, и бедные, и богатые. И если вы, ваша милость, над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы толковали меня на губернаторство, а я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине. А если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю, как простой Санчо отправиться в рай, нежели губернатором в ад. Ей-богу, Санчо, сказал Дон Кихот, я считаю, что за эти последние слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце, а ведь без этого никакая наука впрок не пойдет. поручи себя Господу Богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения. Я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желанием. Теперь пойдем обедать. Полагаю, что хозяева нас уже ждут. Продолжение следует...